Из сапога ты достаешь свайку. Совершенно верно. И зачем тебе нож? Деревянку дай. Доску дай. Вот, смотри, вся история очень простая. На такой яхте можно через закемпыть? Один раз. У нас был канат, теперь будет трос, да? Нож-шкипер. Этот нож создавался как универсальный нож для выполнения хозяйственно-бытовых задач на различных судах. Это классический образец ботсманского ножа. Сегодня такие ножи называют шлюпочным, парусным или яхтенным. Мы сегодня постараемся быть чуть более приземленными или приводненными и протестировать этот нож в условиях яхтенного спорта, ну или отдыха. Кому как больше нравится. Итак, что мы имеем? Нож-шкипер от компании Кампа. Парусная яхта. Два капитана международной категории и хотел бы я сказать, что бескрайние просторы Индийского океана, но, к сожалению, пока это только Верхоесецкий пруд под Екатеринбургом. Так что, отправляемся в плавание. Итак, быстрый обзор ножа Шкипер от Кампа. Основной нож. Можно выполнять все задачи, которые выполняются любым другим ножом. Единственная особенность, у него отсутствует острый кончик. Почему, расскажу позже. Дополнительный. Вот такой небольшой нож. Используется, ну, в первую очередь, предполагается, что для зачистки работы с проводами. На самом деле, можно выполнять много разных задач. Сегодня мы это тоже протестируем. Все клинки на лайнер-локах. Отжали. Закрыли. Также с основным клинком. Однорукое открывание на обоих клинках. Такелажный ключ. Позже об этом поговорим. Это уже такая больше морская тематика. И свайка. И, наверное, это основная особенность данного ножа. И давайте так. Если вы не являетесь человеком, увлеченным каким-то парусным видом спорта, ну, в общем, все, что связано с выходом в море, неважно, это парусный спорт, или вы работаете на воде и так далее. Если вы не являетесь коллекционером, для кого такой нож прям в коллекции будет жемчужиной, ну, и либо вообще фанатам подобных ножей, то такой нож, скорее всего, вам не нужен. Но! Если ваша жизнь так или иначе связана с морем, или с любым другим водоемом, то, наверное, этот нож пригодится. Сегодня мы не будем говорить об основном ноже, но это нож. Здесь все понятно, и можно делать все то же самое, как и любым другим ножом. Мы поговорим про особенности этого ножа и применимо именно к яхтенному спорту, отдыху на воде, ну, и, наверное, для каких-то профессионалов работает на воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Значит так, у нас есть два капитана, у нас есть яхта и, как я уже сказал, почти Индийский океан. Саня, давай, ты у нас в море ходишь, у тебя есть куча веревки, есть вот этот вот нож с... как свайка называется правильно, да, эта штука? Показывай, зачем она нужна и что ей делать. Ну, мы нашли вот специально небольшой канат на магазине, чтобы вам показать, чтобы нормальные веревки. Нашли, я его сейчас накупил. Веревки, чтобы нормальные не портить. Вот ножик. В чем суть нашей истории, да, мы сейчас, я обещал показать, как сплести огон на веревке. Огон это такой специальный специальная такая вот петля, вот такой специальный петля, вот такой. Ну, все по-русски, да. Да, всплетенный сам себя, используется для бегущего или стоящего такелажа на разных судах, ну, там где-то требуется. А по-русски для людей? По-русски что-то привязать, что-то натянуть, что-то вставить. Ну, вот теперь все понятно. В этом петлю, да. Значит, что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится синяя изолента. Синяя изолента. Куда же без синей изоленты мы? Значит, первое, что мы делаем, это мы расплетаем канат. У кого канат, у кого трос, вы держите канат, я буду держать трос. Ты будешь держать трос. Да. Вот. Но, чтобы вот эти вот штучки у нас не расплетались, мы их в изоленту засунем. Изолента на любой яхте всегда есть? Обязательно. Изолента всегда есть. Куда же мы без изоленты-то? Я конец. Обматываю. Обматываю конец, да. Каждую расплетенную часть я вот так вот делаю. Здесь у нас трехпрядный канат, а есть еще там восьмипрядные канаты, там еще четырехпрядные. Ну, в общем, не суть их. Они разные есть. И если здесь еще можно попытаться руками сплести, да, вот на трехпрядном канате, то там, где у нас четырехпрядный канат, там без свайки вообще тяжело, потому что там протыкать прямо надо. Ну, сейчас я покажу. Вот мы взяли канат, три конца. Вяжем. Ну, это просто, чтобы они не расплетались. Это временная такая штучка. Как только завяжете, делаем поворот. Так, давай, поворачивай. Ты что, натягиваешь? Ты тяни красную. Ага, отлично. Теперь чуть-чуть выдай, красную. Вверх подними, чуть-чуть выдай и засунем обратно. Ага, все. Пойдет вот так. Так, вот, значит, у нас такая штука. Вот, теперь нам нужен сам огон. Какого размера он будет? Вот такой. Вот такой, какого размера? Давай, 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 что-нибудь более практичное. Вот, нахрена нам сегодня он может понадобиться? Вот смотри, у нас нету швартового. Так. Да, у нас просто нет швартового. Мы можем с одной стороны, значит, привязаться к яхте, а вот этот огон, допустим, вот такой вот использовать для того, чтобы, когда мы подойдем к пирсу, накинуть его на клюс. А почему вяжутся огоны, а не узлы обычные? Там булини всякие и так далее. Слушай, все, ну вот, во всяком случае, швартовые веревки, в отличие от, скажем так, тех же такелажных веревок, они должны иметь некую растяжку. То есть, они должны быть динамичны. И я тебе честно скажу, что на рекреационных яхтах, на которых мы ходим, да, я огонов ни разу не видел. Но они есть на больших судах, я подразумеваю. Ну, я так понимаю, что это как раз для того, чтобы вот компенсировать вот эту вот динамику создавать, а не жесткие узлы вязать, потому что каждый узел это, в принципе, точка отказа всегда. Любой узел это в этом месте самая большая точка отказа. Так, ну что, поехали. Значит, выбрали вот такой, допустим, размер. Дальше мы должны первое, что сделать, это проколоть. Вот у нас три пряди, первая, вторая, третья. Вот они идут, первая, вторая, третья. Вот мы берем первую прядь, и прокалываем вот в этом месте. Берем свайку, то, о чем мы говорили, да, прокалываем, поднимаем прядь и засовываем сюда. вот, сделали, сидеть. Дальше, теперь нам нужно завести вторую прядь. Вторую прядь нам нужно завести во вторую, вот в эту штуку, но ее нужно заводить в другую сторону, то есть мы опять прокалываем и заводим вот сюда. Завели. И у нас есть третья прядь, вот она, да? Мы ее вот сюда заводим. Здесь я уже руками могу сделать. Ну, опять же, я так понимаю, здесь все можно было сделать руками, да, на этом конкретно канате? Конкретно на этом канате можно все сделать руками. Я немножко наврал, она, по-моему, вот сюда все-таки заводится. А это вот сюда. Тебя там поправят. Да, сто пудей. Как тебе, блядь, тебе вязать. А то, а то. Вот так вот она заводит. Вот. У нас получилось возле каждой пряди, видишь, она выходит, вот она, в каждой прядь она выходит. Все. Дальше оно вяжется очень просто. Мы берем любую прядку, вот она у нас. И через вот эту вот штуку, то есть вот следующее, и мы должны под следующую завести ее. Проколоть вот так вот раз, и туда завести. Вот так вот. А, то есть ты прям вплетаешь полностью вот в эту косичку? Прямо вплетаю в косичку, да, вот у меня. Вот она есть. Вот у меня косичка, я ее поднял и туда вплел следующую. Как бы, как, на самом деле, как плести эти огоны, видео очень много. Мы сейчас вот, я показываю, для чего свайка, по большому счету, нужна вот эта вот на ноже. ты же учился где-то, причем ты не раз ездил учиться. Да. На хрена тебе это все? Слушай, на самом деле... Я жил в Екатеринбурге. На самом деле, это такой очень классный отдых, и у него дорогой только входной билет. Обучение. Да, то есть обучение. Первое обучение, оно стоит недешево. Ну, как бы вообще в целом, по меркам, да, оно стоит недешево. Но потом, потом, это уже сродни, во-первых, по цене отпуску, и, во-вторых, получается, что ты не тюлей, не отдых у тебя. Ну, это да. У тебя какая-то такая уже история. Ты приезжаешь, ты берешь яхту, ты куда-то едешь. Ну, или как вот, Игорь, ты берешь яхту и с кем-то гоняешься. То есть у нас немножко разные разновидности всей этой истории. А ты же в регате тоже участвовал один раз. Да, я участвовал один раз, и в международной регате, и здесь вот у нас, вот мы участвовали вместе с Игорем, мы участвовали в регате, я помню, да? Да, конечно, я спрашивал, а где же флажок протестовый? А, говорит, а нет. Вот. Но, то есть, это уже совсем другой уровень отдыха. Ну, я так понимаю, что есть, хорошо, отдых за границей, ладно, если мы говорим, вот у нас в Екатеринбурге, ладно, вот есть водоем, да, вот Игорех на яхте выходит. Если, я не знаю, ты находишься где-то, где нет водоема, смысл есть только для того, чтобы поехать куда-то на курорт, отдохнуть, на яхте, походить. да, даже этого хватает, поверь, это как бы достаточно интересная история. Ну, вот смотри, я длинные кончики взял, да, и вот у меня вот такая коса получилась. Сейчас я в плиту последний раз, вообще считается, что должно быть не меньше 3-4 проколов, там уже дальше, ну, кто во что гораст, на самом деле. Эти кончики, они всего лишь визуальную эстетику составляют, то есть мы сейчас их подберем красивенько. Их не надо никак завязывать ничего, они просто так остаются. Мы вот, чтобы они просто, ну, условно, рукам не мешали, да, мы их сейчас закрепим синий изолятор. Синий изолятор. Самая надежная, конечно, вот. И все, и ничего с ним не будет, никуда он не порвется, не расплетется. Нет, это очень прочное соединение, этим же самым методом сплетают два каната, но, честно сказать, ни разу я не видел, чтобы это вот было на реальной... Два каната между собой. Да. Но если у тебя, да, не хватает навыка завязать узел, а при этом есть навык... Вот тут, видишь, как она закрывается через... Да-да-да, тут хитро закрывание. Ну вот, а есть при этом навык плести с помощью свайки, но еще вот это вот то, что у меня в руках, это так называемая реинкарнатская ботсманского ножа. А когда плетутся толстые канаты, свайка должна быть толщиной не меньше, чем одна прядь каната, иначе ты не просунешь потом в получившуюся дырку. Ну, ты понял, да. Да, ну вот, то, что у нас получилось, мы можем с тобой посмотреть. То есть, вот у нас получилась, видишь, вот такая вот петля, которую вполне себе можно надеть на клюз или на утку. Или на пашку. Или на пашку. Пашка, не затягивающаяся петля, видишь? Давай покажу трос. Давай покажи трос. Это у нас был канат, сейчас у нас будет трос. Сейчас у нас будет трос. Это я тебе дарю. Ой, спасибо вообще. Давай разыграем среди подписчиков. Вот смотри, это вот тросик, он обрезан каким-то образом. Он так в Леруа Мерлен продавался. Ага. Все, снова берем нашу свайку, да, и наша задача, Паша, дай, пожалуйста, брандерщит. Деревянку дай. Доску дай. Мы можем фардака до базы дать, вам будет в кормуды и все. Так, мы берем и наша задача распинать канат. Это трос. Да, да, это трос. Давай это, не вводи людей из-за блуждения. У нас был канат, теперь будет трос, да? На две равные вот истории нам надо его размотать. Сейчас я его смотаю обратно. Так, сейчас ты будешь, что с ним делать? Сейчас я буду такую же петлю делать, только из троса. Так, а она зачем нужно? А слушай, то же самое, потому что на самом деле, да, она может пригодиться и даже и не здесь. Она может пригодиться где угодно по большому счету. Ну, в жизни, да, машину буксировать, еще что-то. на яхте, если у тебя нету, допустим, каких-то зажимных устройств, которые могут трос, например, зажать, и чтобы у тебя петля была, а тебе понадобилась, да, ты можешь использовать вот эту историю. Нож мы пока уберем, пока он нам не нужен. Вот здесь есть такая вот штука, она называется кобылка, видишь, вот она, вот эта вот веревочка внутри. Вот мы ее пока не будем никуда девать. Все, вот смотри, значит, вот, какого размера нам нужна петля с тобой? Допустим, вот такой размер, да, но для того, чтобы такая петля получилась, нам нужно, чтобы края, вот эти, были в два раза больше. Сейчас покажу. То есть мы еще разматриваем. Где-то примерно. Вот так вот. Вот у нас вот такая петля. Вот. Концы должны быть, вот видишь, вот туда уходить, аж за петлю. То есть они должны быть больше. Сейчас парнем будет маленький фокус, я его попробую сделать, если у меня получится. Обычно первый раз, когда людям это показываешь, они немножечко волнуются, почему так происходит, ну, это нормально. Ты видишь, что у меня канат образуется. Ну, в смысле трос. Ты фокусик. Да. Вот. Это вот та вот история, да, про петлю. Ну, и крайний разок его туда пропустим. Причем, ну, это можно делать и с большими такими историями, с толстыми тросами, но там силы должно быть в море, либо какие-то специальные инструменты уже использовать. Теперь мы берем вот эту вот кобылку, расплетаем ее и отрезаем. Мне вот прям круто выглядит, слушай. Вот это удобная штука на ноже. Капец. Все увидел? Вот она, кобылочка осталась. Так, вот смотри, у нас получилась петля. Вот она, видишь? Сейчас у нас задача вот с этими штучками разобраться. И вот тут нам опять поможет свайка. Мы ее оставляем вот сюда. Видишь? Вот сюда. Вот тут вот зажимаем. Сейчас, если у меня силы хватит, это все провернуть. Всю эту историю. Мне тебе помочь, так, но у меня не сильно силы хватает. Вот так вот попридержишь, только это пальцы береги, аккуратно. Отлично. не стыдно привлекать спортсменов к этой деятельности. Вообще, на самом деле, удобней вариант, когда у тебя свайка прямая, вот именно для тросов. Здесь у тебя свайка именно для этих... для канатов, да. Когда трос, ну, это ты можешь гвоздь, по большому счету, использовать для этой истории. Она тогда будет чище вплетаться, вот эта вот штука. Ну, а эти... Сейчас вот просто... Ну, вообще, я изучал эти свайки перед тем, как мы сюда попали на яхту. И они, в основном, везде загнуты. трос, видишь, вот, чтобы вот эту вот штуку производить в одну каску особенно, да, тебе нужно крутить вот так вот, как веретено, Ну, я так понимаю, что еще ведь это отсылка к истории, потому что металлические троса раньше же не использовались, использовались канаты всякие, веревки. И не было необходимости в этом. Причем свайка изначально вообще они делались деревянные, делались из кости. Я думаю, что они вообще изначально только из этого и делались. Потом уже, да, то есть из кости было много. Ну вот, на самом деле вот эта петля, она у нас вот здесь некрасивая получилась, вот в этом вот месте. Да, вот здесь очень красивая, вообще прям мне нравится, но здесь, конечно, ублюдочное. У нас есть второй конец, мы сейчас с тобой обязательно второй конец попробуем еще раз сделать. То есть, это недолго делается и попробуем еще раз, да, это все. А по идее, здесь тоже должно быть так же красиво. она вплетается туда, вот эти вот штучки, они вплетаются. Но все, вот вся история в том, что вот эта петля будет крепче, чем сам трос. Ну, здесь понятно, она сплетена, а вот здесь? Так же, так же, потому что он, когда натягивается, он вот эти вот штучки сам в себя. А, он затягивает. Да, сам себя затягивает. Сейчас наша задача с тобой, чтобы петля не крутилась, крутился только нож, поднимай. Вот, мы ее раздвигаем и вот так вот, оп, начинаем закручивать вот эти вот штучки. Достаем. Опа! О! Уже симпатичный. Да, ну... Изолента, конечно. Конечно. Изолента, кстати, развяжется по-любому. Без сини. Ну, это чтобы, да, чтобы руки твои нежные не поцарапать, потом, когда ты будешь работать с этой петлей. Вот, и у нас с вами получился трос с двумя петлями. Для буксировки автомобиля. Да, как бы, я думаю, что вполне, ну, рывков не получится, а для простой буксировки, да, можно. Точек. Красивый синенький чехольчик. Прикольно. Жи. Прикольно. Прям интересно. Говорят, что в свое время срезать кончики ножей придумал Фрэнсис Дрейк, потому что, ну, короче, матросы, они же любят повыяснять отношения в кабаках на берегу и на кораблях в том числе. И часто были поножовщины. А изначально вообще ботсманский нож вроде как был, ну, типа финкообразный, у него щучка была. И чтобы они меньше друг друга резали, Дрейк ничего, ну, как бы он не придумал ничего, чтобы оперативно решить этот вопрос, он дал напильник, в общем, там, кому-то на корабле сказал, так, у всех ножей спилить кончики. Слушай, ну, вопрос интересный, но смотри, получается, какая история. Из сапога ты достаешь свайку, совершенно верно. И зачем тебе нож? Это продолжение истории. То есть, кончики все поспиливали и стали махаться на свайках, короче. И это, на самом деле, это очень распространенная такая штука, использовать свайку вот у матросов, типа, ай, ссука, иди сюда, короче. Ну, ну, черт его знает. Опять же, раньше же, насколько я понимаю, на, ну, во времена того же самого Дрейка свайка, это был отдельный инструмент, он не был встроен в нож. Нет. А нож, что у него всегда с собой, то с ней выхватывали и погнали. А свайка, видимо, где-то находилась. Может быть, это было просто сложнее сделать. Но впоследствии, да, свайки стали использоваться именно для выяснения отношений, как, я не знаю, там, евара такая, кабутан, кубутан, как он, сука, правильно называется. Вот, и матросами часто это применялось. Часто я уж думаю, что, наверное, пореже. Сань, ну, раз уж ты у нас тут моряк, весь такой из себя, то, кроме свайки, у нас есть еще такелажный ключ. Абсолютно не понимаю, зачем он. Расскажи нам и придумай, что с ним можно делать вне яхтенной жизни. Там, бутылки пивные открывать, например. На самом деле в этой истории тебе бы помог больше седой, как ни странно, потому что седая ночь у нас любит путешествовать там, где много грязи, там, где большие, красивые, брутальные машины. Ему нужен такелажный ключ? Да, ты не поверишь. Знаешь, вот смотри, есть такая штука, скоба называется. Вот, она завернута сейчас. На. Ну ты ее заранее затянул. Я в перчатках. А у тебя, да, у тебя пальцы стоят, как у снайпера. Ладно, снайпер, давай сюда. Не, не порти, не порти, не порти, не порти, не порти, алюминий, ты что? Вот, смотри, вся история очень простая. И все. Дальше берешь Оган, допустим, да. Ну и соответственно, та же самая история, если у тебя, ты едешь в машине где-то, да, и тебе нужно подзавинтить. Нечто подобное, как вот эта вот скоба. то вот для этого и может использоваться такелажный ключ. он такелажный ключ, у него странная такая форма, это для разного размера. Конечно, они же разные бывают. И я причем видел вообще прям огромные эти штуки. Слушай, ну, я тебе вот, опять же, могу сказать по своему опыту, вот сколько мы ходим, да, мы ни разу не использовали эти вещи. То есть, я подразумеваю, что он используется именно для этого. Ну, я так понимаю, что действительно, вот в оффроуде это прям штука реально может пригодиться. В оффроуде, знаешь, что может пригодиться? Вот такой вот, вот такой вот большой, вот такой ящик. Где куча всякого говна. Где куча всякого вот инструмента. и в том числе это келажный, как ты говоришь, ключ. КОНЕЦ Вот эта вот история мне понравилась. То есть, когда свайка открыта здесь на нажатии, надо руку сюда засунуть, ну, там перчатки же можно, да, чтобы там в канат, если там он мокрый, какой-нибудь высохший, да, чтобы прокалывать. Но лайнером хрен закроешь обычно. Лайнером, да, потом еще и хрен закроешь, жесткость нужна. Здесь вот как бы раз. И в перчатке удобно будет, и в перчатке нажмешь. А мне понравился вес. То есть, я изначально думал, нахрена он такой большой и мощный, глядя на тот же самый босманский нож, который вот, ну, они же тоненькие достаточно были, относительно. А сейчас я посмотрел то, что ты им делал с тросом, первым тросом, не знаю, с тросом. И я понял, почему он такой мощный. С железной змеей. Да, иначе он нахер развалится. Да, ну, тут, во всяком случае, вот на те эксперименты, не хватает, и здесь никаких. То есть, это прям инструмент, инструмент. Ну, вот, наверное, то, что я, скажем так, могу сделать этим ножом, я показал. Но, а что-нибудь обрезать, знаешь, это история достаточно такая. Закусила у тебя. А, подожди, у тебя же есть еще что-то там в пакетике. А, ну, давай мы сейчас подойдем к пирсу, и на пирсе покажем эту историю. Итак, наше сегодняшнее водное приключение подходит к концу. Было интересно, особенно, когда шли обратно, потому что ветер стих, и шли в раскачку, было забавно, у нас был фитнес. Сейчас парни разбирают яхту, и я думаю, что Саша зафиналит ролик, расскажет какие-то впечатления об этом ноже. Хер его знает, что не спросим. Саня, как нож-то? Прикольный. Слушай, я тебе так скажу, при условии, что вот мы занимаемся яхтингом, да, таким, опять же, рекреационным получается, ходим на яхтах где-то за границей, и я думаю, что подарить такой нож какому-нибудь их смену, вот именно такого характера, это было бы прикольным подарком. То есть, как бы, для фаната эта тема нормальная вообще? А тебе самому такой нож ты бы брал с собой вот на свои регаты? Ну, если бы был, конечно, брал. Это же однозначно. Вообще, ребята, напишите в комментариях, если вам интересна тема связана с яхтенным спортом, с дайвингом, еще вот с чем-то таким водным, то, чем мы занимаемся, то, что нам нравится. Если вы хотите, давайте мы чуть больше в это окунемся, будем на канале рассказывать какие-то и такие вещи. Ну, может, зайдет. Ну, вот тебе пример. Не знаю, когда такая ситуация состоится, но вдруг. Вот мы взяли швартовый, накинули на кнех, тогда, завязали его, и вот, допустим, у нас вот он торчит. Не знаю, по какой там причине тебе захотелось отрезать его швартовый. А такое может быть реально в жизни? Ну, я предполагаю, что когда-то, конечно, может быть. Ну, все, открывай, режь, давай только. При этом надо понимать, что если лодка отходит, режь вон там, ближе. Ближе. По веревке много осталось у нас. то есть вот, да? Да, то есть она натянута. Вот тебе и ответ. Хорошо режет? Я даже натягиваю не обязательно. Ну, а когда натянута, считай, одно движение. Нет, правда прикольно режется. Хочешь обрубать? Да. Ну, тяни. Да не сильно, не тяни. Нет, сильно тяни, как будто это самое. Да, так тоже. Остренький. Да, удивительно. Все, на, забирай. Это вот другой вариант, видишь, когда канатик немножко по-другому заплетен, вот он, и он входит сам в себя. И вот здесь вот, вот как раз нужна вот эта свайка, что-нибудь проколоть его туда. И он тогда, да, и он, видишь, он вот такой вот, он самозатягивающийся. Вот, вот такие штуки используют. Вот такие вот. Вот они. Вот сейчас мы ее наденем на парус и там на парусе затянем. Это все свайка исключительно делается? Не исключительно, а умом и свайкой. Вот, возьмем парус вот. Вот мы ее вставили сюда, надели и затянули. Сейчас Игорь затянет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok